Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю поговорить с вами на тему спортпита. Последние два месяца я экспериментирую в спортпит, очень интересный, который реально подтвержден научным исследованием, который действительно работает. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что я не особо любитель каких-то добавок вообще в своем питании. Я предпочитаю обычное, естественное питание без добавок. Самая моя любимая добавка это креатин. В принципе, вот ее использую постоянно, но все остальное я не использую, даже протеин не использую. Но эта добавка действительно заслуживает вашего внимания. И я предлагаю вам ознакомиться в этом видео. Вы узнаете научную, достоверную информацию, закрепленную исследованиями. И ссылки на исследования я оставлю под этим видео. Вам остается только узнать самое основное и самое проверенное в этом коротком видео. Убедись, что ты подписан на канал, поставь лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Друзья, существует огромный рынок эргогенных добавок для спортсменов. Однако было доказано, что лишь некоторые из них обладают эргогенными действиями и эффективны для улучшения мышечной силы и композиции тела. Что же вообще такое эргогенное средство? Как будто новомодный термин, да я вам тут сказал. Это любая тренировочная техника, механическое устройство, режим питания, фармакологические препараты, либо психологические приемы, которые могут улучшить показатели при выполнении упражнений или повысить адаптацию к тренировочным нагрузкам. Одной из таких добавок является гидроксиметилбутерат или же HMB, так и дальше будем его называть. HMB получает из аминокислоты лейцина и его кетокислоты. Друзья, несколько исследований показали, что сочетание тренировок и вот этой добавки HMB приводит к увеличению мышечной массы и силы. И есть некоторые неофициальные подтверждения, что также улучшаются еще аэробные свойства. Однако добавление HMB оказалось эффективным в основном для нетренированных людей. Эргогенные эффекты добавки HMB связаны с повышением целостности сарколемы, ингибированием деградации белка, снижением апоптоза клеток, повышением синтеза белка. Также стимуляция гормона роста и повышение фактора роста EGF1. Также происходит усиление полиферации и дифференцировки мышечных стволовых клеток. Положительные результаты также были обнаружены у спортсменов, которые тренируются с отягощениями. Это было повышение силы, повышение мышечной массы тела и уменьшение жировой массы тела. Друзья, это же просто прекрасная новость. Итак, друзья, давайте же рассмотрим механизм действия этой добавки. Есть три основные пути действия добавки HMB. Первое, это усиление целостности сарколемы за счет цитозольного холестерина. Второе, это ингибирование деградации белка через протеосомы. И третье, это усиление синтеза белка через путь МТОР. Я думаю, вы где-то уже слышали, и похожее действие идет при применении BCAA. И об этом я упомяну чуть ниже. Более поздние исследования предположили дополнительно возможные механизмы его физиологических эффектов этой добавки. К ним относятся снижение апоптоза клеток и повышение выживаемости клеток, а также усиление транскрипции IGF-1. То есть, друзья, добавка плотно завязана на инсулиноподобном факторе роста. А он очень часто возникает на моем канале, потому что это очень важный анаболический фактор. Результаты исследования показали, что HMB, по-видимому, в первую очередь оказывает свое действие через защитный и антикатаболический механизм. Преобладающим объяснением является гипотеза синтеза холестерина. Однако, недавно исследования показали, что антикатаболические эффекты HMB, по крайней мере, частично опосредованы ослаблением активации и повышенной экспрессией генов пути убиквитина. Кроме того, есть доказательства того, что HMB может напрямую увеличивать синтез белка, друзья. Это уже просто очень суперские новости. То есть, да, простым языком, если говорить, HMB это добавка, которая действует за счет того, что уменьшает распад белков. То есть, оно как бы способствует более анаболической среде в вашем организме. То есть, это нормально, что организм то находится в анаболизме, то в катаболизме. Так вот, эта добавка, как и BCAA, кстати, тоже способствует тому, что вы как будто бы постоянно в состоянии анаболизма. То есть, он преобладает и мышцы как бы постоянно нарастают, да. Не распадаются, а нарастают. То есть, у вас как бы среда такая в организме, что мышцы начинают расти. Друзья, я хочу рассказать еще, так как канал, возможно, смотрят люди разных возрастов, да. Смотрите, были интересные исследования, как влияет эта добавка на тех, на возрастную какую-то категорию населения, да. Были, в принципе, исследования конкретно на пожилых людях и также просто на возрастных, да. То есть, рассматривалось, как может эта добавка помочь, допустим, сохранить мышечную массу у этой категории населения. И что было выяснено, что действительно, за счет своих анаболических и антикадаболических действиях, гидроксиметилбутерат способен все-таки воздействовать тому, чтобы люди пожилого возраста сохраняют лучшую мышечную ткань. Так же самое, например, если вы восстанавливаетесь после какой-то операции, то как бы эта добавка тоже как бы может поспособствовать вашему более скорому восстановлению, более быстрому восстановлению, да. Но в то же время, друзья, в то же время были исследования, которые показали, что оно никак не воздействует на эти категории населения. То есть, как обычно, всегда есть противоположные исследования. Поэтому очень важно иметь какое-то практическое применение, знать, как оно действительно работает. Друзья, есть также многообещающие доказательства того, что HMB может поддерживать плотность костей, также повышать когнитивные функции человека и снижать абдоминальное ожирение, что особенно важно для людей пожилого возраста. Итак, промониториваю кучу исследований на эту тему вообще, да, чтобы разобраться. В целом, рекомендация все-таки же использовать людям пожилого возраста эти добавки, или возрастным людям, или если вы хотите восстановиться побыстрее после каких-то состояний, после операций. Потому что больше все-таки исследований, которые говорят в пользу этого, что действительно подтверждают, что действительно получалось лучше восстановить форму быстрее и уменьшить количество жира в организме. Друзья, давайте рассмотрим просто в контексте здоровья, да, вообще как влияет эта добавка на здоровье. Потому что у этой добавки есть полезные свойства. Гидроксим и типбутерат обладают следующими полезными свойствами. Во-первых, он снижает артериальное давление, также снижает количество плохого холестерина в крови. Большинство исследований показывают, что он помогает увеличить количество мышечной массы у людей, которые только начинают тренироваться, то есть на начальных этапах. Также, как я уже говорил, что прием HMB помогает уменьшить количество жира вокруг талии. Но также было установлено, что прием HMB без упражнений не работает практически. HMB понижает мышечные повреждения, которые вызваны физической нагрузкой. Смотрите, отсюда, друзья, сразу же отвечу на вопрос. Действительно, многие исследования показали, что HMB работает только на людях, которые только начинают тренироваться. На спортсменах же опытных, у которых уже хотя бы есть год тренировок, опыта или больше, он практически не работает. И позже, после этого видео, я расскажу свой личный опыт. В течение двух месяцев я проверял на себе эту добавку и расскажу, как она на мне сработала в конце этого видео. Низкая эффективность HMB у спортсменов силовых может быть связана с подавлением протеолиза, вызванного адаптацией к тренировкам, что может притупить эффекты HMB. Друзья, есть также убедительное доказательство, что добавка HMB может быть полезна людям с какой-то значительно мышечной атрофией, а также к тем, у кого есть спид. Друзья, рекомендованная доза добавки HMB примерно 3 грамма в день на взрослого человека. Или же, если быть более точным, 38 миллиграмм на килограмм веса. Рекомендуется разделять эти 3 грамма на 3 приема, то есть примерно по 1 грамму в день 3 раза. И я рекомендую делать это с пищей. Больше применять не нужно, потому что больше просто организм не способен нормально принять. Я пробовал чуть-чуть больше, где-то примерно 3,5 грамма, и пробовал, даже доводил до 5 грамм в день, чтобы просто ради эксперимента, чтобы точно убрать фактор, что я, допустим, мало этой добавки применял. Чтобы получить свой конкретно достоверный результат, я немного расскажу позже. Так, друзья, смотрите, эта добавка очень похожа по своему действию на BCAA, но немножко отличается. Не совсем такое же самое действие. Почему же не BCAA вам тогда нужно принимать? Почему вам нужно покупать HMB, например? Возможно, для вас будет лучше. Есть конкретные аргументы. Смотрите, в перспективе человеку потребуется около 60 грамм лейцина. А лейцина – это основная минная кислота, которая работает в BCAA. То 60 грамм лейцина нужно, чтобы получить 3 грамма HMB, что является наиболее часто используемой дозой HMB. То есть 3 грамма всего лишь и 60 грамм лейцина, друзья. Это очень много. Также время полужизни HMB в крови больше, чем у лейцина, что способствует использованию HMB по сравнению с лейцином для достижения анаболизма. Для достижения анаболизма белка, да? То есть в крови он находится дольше. И его действия как бы более выражены у HMB по сравнению с BCAA. Итак, друзья, давайте поговорим про побочные эффекты. Какие-то есть или нет. Проверяли на разных дозах. Проверяли на 6 граммах в день ученые. И что было установлено? Что? Друзья, HMB не влияет ни на печень, ни на почки, ни на иммунную систему. То есть примерно в дозах 6 грамм, даже на протяжении целого года приема этой добавки, не влияет на ваше здоровье абсолютно никак. Смотрите, рекомендуется использовать все-таки курсами эту добавку, как и я использовал. Я использовал 2 месяца подряд и делаю перерыв. То есть я вам советую делать так же самое. 2 месяца подряд делаете перерывчик, допустим, где-то там месяц, и делаете еще 2 месяца такой курс. То есть 2 через 1. Или хотя бы 2 недели делать перерыва, не меньше 2 недель. Почему должны перерывы? Потому что ненормально постоянно находиться в состоянии анаболизма. И, допустим, искусственно его как-то замедлять. На мой взгляд, в принципе, это вообще не очень хорошая идея. В организме должны быть и катаболизм хорошо проходить, и анаболизм. То есть эти состояния постоянно должны быть друг друга балансировать. Это такой баланс. Вот если мы пытаемся делать искусственность с добавками, сдвигать его, понятно, что мы не сдвигаем как-то очень сильно, да, у нас абсолютно перестает работать катаболизм в организме. Нет, конечно, это смешно. Такого не может быть. То есть вы просто как бы преобладает немножко в сторону анаболизма, и вы как бы за счет этого начинаете расти. В принципе, мышцы начинают расти, потому что без такой среды мышцы вообще не могут расти. Так, друзья, давайте расскажу свой опыт, да, какие я принимал добавки. Не реклама абсолютно, не платная, не проплаченная реклама. Просто я принимал вот такие добавки. Можете остановить видео, посмотреть, какая это фирма. Вот такую добавку, именно вот в таком виде, да. Посмотрите. Так же самое я вставлю еще в видео фотографию, в которой я еще препарата применял, то есть, да, вот это биодобавки. И в течение двух месяцев мои результаты. После этой добавки я не набрал ничего. То есть масса моя не увеличилась. Это при том, что я хорошо питался и не сильно перетренировался, и у меня был цикл как раз должен был быть набора, но я практически веса не набрал никакого. Но что я все-таки почувствовал в этой добавке? То есть понятно, что я тренируюсь уже очень давно, много лет, и делал там перерывы, но на протяжении огромного количества уже времени я тренируюсь. То есть я уже не новичок в этом деле, наверное, поэтому на мне особо не сработало. Но что я почувствовал? Во-первых, у меня получилось как-то набрать более сухую форму. То есть я сохранил вес, но она стала какой-то более сухой. Действительно, действительно, у меня стал как-то четче даже пресс прорисовываться. Мышцы абдоминальные, да. И если вы видели видео предыдущие на тренировках, мои тренировки предыдущие видео, то там можете посмотреть, у меня действительно довольно сухая форма. И это мои результаты. То есть реально оно помогает все-таки просушиться, мне кажется. И, наверное, будет целесообразно использовать, если вы профессиональный спортсмен, где-то перед соревнованиями, чтобы просушиться. Потому что она действительно работает, она помогает вам это сделать. Это точно я ощутил. Вот за эти два месяца стала форма более сухая. Друзья, форма стала более сухая, при том, что я не сушился. Я не питался на сушку, я питался так, как будто бы я хотел набрать массу. То есть масса особо не набралась, но получилось какую-то сделать более сухую форму. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, мой вывод об этой добавке. Мне было интересно проверить на себе именно. Я не какая-то коммерческая организация, я вам не впарю никакие добавки. Конкретно вот мой отзыв, которому вы можете доверять. Мне нет смысла вам говорить неправду. Я не буду покупать эту добавку. Для себя не буду. Мне не так нужна какая-то сушка. Мне не обязательно, чтобы мои мышцы пресса были лучше видны. Я могу это сделать с помощью обычного питания, если мне понадобится, и с помощью правильных тренировок. Поэтому тратиться на нее я больше не собираюсь. Я проверил на себе, мне было просто интересно. Поделился вот с вами в этом видео. Что я больше рекомендую делать? Все-таки обратить внимание на свое питание. Подкорректировать, если надо, вам просушиться в сторону сушки питания. Если же вы набираете, то набирайте тогда и все. То есть обычная проверенная методика, хорошее питание. Если вы хотите набрать вес, просто делайте небольшой профицит калорий, где-то примерно 500 калорий. Если вы хотите похудеть, то минус 500 калорий от вашего базового состояния, когда вы не худеете, не набираете. Вот моя общая рекомендация. Друзья, хочу дать небольшой бонус для тех, кто смотрит мои видео до конца. Так как я начал здесь тему эргогенных добавок, существуют еще другие добавки, очень эффективные, которые могут вам помочь в достижении ваших целей. Я расскажу вам еще про две эргогенные добавки. Это чисто как бонус в этом видео. Одна из них это гуарана. Гуарана часто используется в спортивных добавках в качестве источника кофеина. Гуарана придает энергию, увеличивает производительность и способствует ментальной концентрации. Она также ускоряет распад жира. И все действия, в принципе, обусловлены просто действием кофеина. То есть это как добавка, которая поможет вам быть более энергичным, быть более таким целеустремленным, вперед рвать и метать. Вот для чего эта добавка. Итак, друзья, вторая не менее эффективная добавка – глиотилин. Это соединение, содержащее 40% холина. Также это называется холина-альфа-сцерат. Друзья, в организме это соединение способно превращаться в фосфорил-холин. И в итоге это вещество способно проникать через гематоэнцефалический барьер прямиком в ваш мозг. Проникая в мозг, эта добавка способствует активизации синтеза ацетилхолина. И может использоваться в бодибилдинге, например, или других силовых видов спорта для развития силы мышц и скорости. Также это соединение повышает скорость вашей реакции. Друзья, надеюсь, это видео было полезным. Скорее всего, вы не знали многих этих добавок. А если вы знали о них, то вы просто монстряка какая-то. Просто респект вам и уважение. Я надеюсь вас увидеть в следующем видео на канале. Оно, не обещаю, что будет очень скоро, но точно будет на канале в моем видео. И будут очень интересные темы, которые я вам готовлю. Поэтому спасибо, что встаете со мной. Я жду вас в новых видосах. Пока! Друзья, это соединение способно проникать через гематоэнцефалический барьер прямиком в ваш мозг. Друзья, это соединение способно напрямую проникать через гематоэнцефалический барьер прямиком в ваш мозг. Субтитры сделал DimaTorzok